Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Это 6571 хадис. Свод хадис Маммаль Бухари. Он удивителен, конечно. Мы с вами в этой мечети его два раза точно цитировали. Очень достоверный. И, опять же, показывающий нам, что нельзя других судить. Нужно работать над собой. Это непочатый край. Роб Мухаммад عليه الصلاة والسلام сказаво «Инна ла а'ламу ахира ахли ннари хорوجа минха». «Ва ахира ахли الجанна духуна». «Ражлюн и단ом…» «Ихрюж мин ннари хабуа». «Ва, кулуадно» «Идхеб», «фадхул Фейаржиу, фейакул, јарабі, وجентуга балу. Фейакул, иддхула бui. Фейти хамулу цех justifiedу ал tablets. Фейаржиу, феакул, јараб бравам б Dyдхула бай билога. Фейакул, иддахула би. Фейна ляким мствли аддуния б Ra' promised užив았 закул Амцал hор wo Danishа кулюха. Комثل عشرة أمثال الدنيا. Файкулу. Аттасхару минни? Ау тадхаку мин. Ва антал малик? Фалакад раит النبي صلى الله عليه وسلم дахика. Хатта бадат нвагиду. Факана якул. Далик адна. Ахалилджанна манзилатан. Уфуа الشейхидис. Фантастик. Сейчас в подсрочный период и потом зачитаю. Посланник Божий заключительный. Посланник Творца говорит. «Поистине я знаю того человека, который выйдет последним из ада. И он самым последним зайдет в рай. Самым последним. Этот человек на четвереньках выползет из ада. То есть, ну, вообще. Ну, ад – это же постоянное многократное обугливание восстановления. Обугливание восстановления. Обугливание восстановления. То есть сжигание нервных окончаний восстановления. То есть всяческие. Даже если почитать в Коране, пьют кипяток, кровь, гной, все это вперемешку. И не могут спокойно пить, все это заливают туда, все это там тоже выжигает. То есть страдания просто неимоверные. И сколько миллионов или миллиардов лет человек оказался, был там, пребывал там. У него просто, вот он на четвереньках оттуда вылезает, самый последний. То есть он верующий, но с точки зрения количества грехов, был просто какой-то чемпион по грехам. Но в нем было чуть-чуть веры. Вот это вот для Иллия и Лаллах. Это как раз эти хадисы Бухари прямо один за другим поставил. Чуть-чуть веры было, ну, конкретный грешник. Хорошо, может быть, он там и намаз не совершал, и пост не соблюдал и так далее. Может, совершал, но много грехов совершал. Неважно. То есть в любом случае у него там такой набор был, по сути дела, за короткую жизнь, там 7-80. То есть он просто оказался больше всего грехов у него, и дольше всего он там пребывал. Но чуть-чуть веры, вот это Иллия и Лаллах, в итоге он выходит оттуда. И выходит на четвереньках. То есть выползает оттуда. Ну, и вы знаете, в одном из достоверных хадисов мы с вами тоже цитировали о том, что там будет в промежутке река жизни. То есть те, кто какое-то время пребывал в аду, они будут окунаться в эту реку жизни, полностью восстанавливаться, и уже потом заходить в рай. Всевышний ему скажет. Отправляйся в рай. Он подойдет. Ему покажется, что там вообще все битком. Все, вообще свободного места нету. Ему так покажется. Потому что там будут просторы, невероятные просторы будут. Но ему покажется. И здесь идет то, что он вернется, Фаярджа и скажет, Господи, Робби, да, Господи, я вижу там все битком. Ему опять будет сказано, отправляйся и заходи в рай. Он опять подходит, смотрит. То есть там все битком. Возвращается и говорит, Господи, ну там места нету. Ему еще раз говорится. Иди и заходи в рай. И на третий раз что ему говорится? Ну, тут вообще, конечно. Но это самый худший. Ну, я, то есть хуже некуда. Ну, у него чуть-чуть, чуть-чуть веры было. Но той веры, с которой он умер. Вот это важный момент. То есть той веры, с которой он умер. Потому что очень часто бывает, те люди, которые... Вот даже один из подписчиков меня спросил. Пожалуйста, раскройте сегодня тему, как подружиться со смертью. Важная тема. Я, иншал, ее раскрою. И в контексте последних событий, в том числе. И вот часто бывает, что у людей такой животный страх перед смертью. И могут быть верующими, религиозными, религиозно-практикующими, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда люди сталкиваются с тяжелыми «Хафзналлаху ваеку», мне дай Бог, кому-либо. Опять же, сразу не общаясь, консультируя, ну, зная, как имам, все эти годы, уже десятилетия. И не дай Бог кому-либо, но периодами мы сталкиваемся с очень такой, люди могут столкнуться с очень сильной болью. В том числе перед смертью. Но опять же, если вы скажете, что Шамиль, ты не знаешь, что это такое, ну, так, немножко знаком, что такое боль. Я думаю, каждый из нас с вами знаком. У кого-то зуб болит, у кого-то еще что-то. У меня в свое время тоже там после операции на сердце там это ладно, что тебе распилили там грудную клетку, разрезали легкое, вытащили сердце, обратно поставили, это все ладно там. Но и даже так оказалось, ну, это сложно, так, ну, бывает. То есть когда это все, большое количество крови ты теряешь, потом заливают там определенную жидкость после операции. Ну, такая сложная операция, там все у тебя вытекает. И когда все это обратно зашивают, запаковывают, скрепляют твои распиленные, твою грудную клетку распиленную, и все. И так как потеря большая кровь, и заливают много определенной жидкости. Организм очень совершенен, и излишки этой жидкости он сразу блокирует клетками. И у меня таких два шара оказалось прямо под ребрами. И поэтому после уже, когда первые недели восстанавливался, когда я ложился спать в больнице, у меня прямо под ребрами эти два шара, они вот так, а там, оказывается, много нервных окончаний. И они прямо по нервным окончаниям. То есть я дышу, они прямо вот так по нервным окончаниям. То есть это невыносимая боль. Мне давали очень сильные обезболивающие, но все равно через три часа я просыпался, ночью, и вот так несколько недель длилось. Все равно я просыпался, и весь мокрый от боли поднимал уже свою кровать, и вот в сидячем положении еще боль уменьшалась. То есть боли самые разные, каждый из нас с вами с этим сталкивается, и в том числе, не дай бог, когда человек сталкивается с той болью, когда уже какие-то тяжелые заболевания, когда колет обезболивающие, и так далее, раковые заболевания, и так далее, не дай бог. И вот во всех этих моментах, во всех этих нюансах очень важно сохранять веру. То есть ты это все принимаешь. То есть ты не торгаешь словами «Зачем? Почему? За что?» Нет. Ты это принимаешь. Ты это обнимаешь. Ты любишь эту боль. То есть ты любишь эту смерть. То есть ты это берешь. Ты это принимаешь. дружишь с этим. В натуральную. Вот оно, вот оно. То есть ты с этим вот так вот в обнимку находишься. Это очень важно, потому что особенно в такие моменты очень важно сохранять веру. Как раз и проверка идет, ты на языке или по факту в твоей сути ты верующий человек. И ты на самые разные болевые ощущения реагируешь именно благодарностью Всевышнему, а не недовольством. Поэтому у этого человека, у него до самого последнего момента было вот это чуть-чуть веры. И он с этим умер. И вот, когда уже третий раз ему говорят – иди, заходи. На третий раз Всевышний скажет – тебе там, уготовано, с точки зрения божественных даров райских, да, тебе уготовано… Вот сравнение идет. Подобно как все земные блага, умноженные на десять. То есть все земные блага умножены, но это с учетом того, что он прибудет в вечность. Образно. То есть все земные блага. Ну, тут люди по крупице, что-то там, деньги, положение, еще что-то там, власть. Покупиться. А тут вот это все. Тебе одному все земные блага. Тебе одному еще умножить на десять. Ну, то вы, конечно, образно говоря, там вообще глаза на лоб полезли, да. То есть вообще в таком недумении. И он поэтому сказал – господи, ты что смеешься надо мной, что ли? Ну, ты, конечно, властелин всего. Но ты что смеешься надо мной? И когда посланник Божий рассказывал этот хадис, да, он передает как раз передатчик. Посланник Божий . Он засмеялся так, что были видны его коренные зубы. То есть во весь рот. Это когда говорят – о-о-о, нужно постоянно плакать, нужно быть таким угрюмым. Не проблема. Если ты такой по жизни, там это твои проблемы. В том числе гормональные твои проблемы, что ты такой весь печальный, весь угрюмый. Это твои, чисто твои проблемы. Религия здесь абсолютно ни при чем. В религии в сонне есть и плач, если он уместен, и смех, если он уместен, и улыбка, если она уместна. Это все есть. А твое там реально фиговое состояние душевное – это твоя проблема. И все. И не надо оправдывать это религии. Посланник Божий . То есть вот настолько, там идет частица хатта. Настолько рассмеялся, что были, то есть во весь рот, да, то есть были видны коренные зубы. Ну, конкретно он засмеялся. И добавил. . Это самое худшее обетель в раю. Самое худшее. Вот такой мощный хадис. . 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